Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы продолжим решать задачи ЕГЭ к разделу программирования. Вначале хочется остановиться на задании под номером 20, которое вызвало наибольшее затруднение. Программа вводит натуральное число х, выполняет преобразование, а затем выводит одно число. Укажите наименьшее возможное значение х, при вводе которого программа выведет число 24. Мы работаем с восьмеричным числом, считаем сумму цифр этого числа. В переменной b сохраняем количество цифр в данном числе. Программа вводит произведение суммы цифр восьмеричного числа на количество цифр. И это произведение равно 24. Посмотрим. 24 мы можем представить как произведение чисел 2 и 12. 12. 12 – это сумма цифр восьмеразрядного числа. Число 12 можно представить следующим образом. 3 плюс 9, 4 плюс 8, 5 плюс 7 и 6 плюс 6. Из этих четырех пар нас не устраивает 3 и 9, потому что 9 не являются цифрой восьмеричной системы счисления. 4 и 8, так как 8 не являются цифрой восьмеричной системы счисления. Следовательно, нас интересует только две пары 5 и 7, 6 и 6. Поскольку мы должны указать наименьшее возможное значение, наименьшим числом, составленным из этих цифр, будет являться число 57. Но 57 записано в восьмеричной системе счисления. Переведем это число в десятичную систему счисления, раскладывая по степеням числа 8. В ответе мы получим 47. Ребята, все у которых при выполнении домашнего задания в ответе 15, это неправильный ответ, я прошу переделать это задание и прислать его вместе с новыми задачами. А теперь задание части С. На задание 24 даны 4 натуральных числа. Необходимо выбрать из них и вывести на экран число с наибольшей последней цифрой. Если в наборе несколько чисел с одинаковой наибольшей последней цифрой, нужно вывести наибольшие из этих чисел. Остановимся на авторской версии программы. Искомое число будем хранить в переменной m, начальное значение которой – это 0, что допустимо, так как мы работаем на множестве натуральных чисел. Открываем цикл от 1 до 4, так как нам даны 4 числа. Вводим число, определяем его последнюю цифру и сохраняем в переменной dx, и проверяем условие. Если последняя цифра введенного числа больше или равна последней цифре искомого числа, то в качестве искомого числа примем введенное. Иначе, если последняя цифра введенного числа совпадает с последней цифрой искомого числа, и введенное число больше искомого, то в качестве искомого берем последнюю цифру введенного числа. Посмотрим, какие ошибки допустил программист. И сосредоточим свое внимание на полной форме условного оператора. Что делает первое условие? Первое условие из всех чисел определяет то, у которого последняя цифра наибольшая. То есть ищет число с наибольшей последней цифрой. Что делает второе условие? Если в последовательности встретилось несколько чисел с одинаковой наибольшей последней цифрой, то вот это условие выбирает наибольшие из этих чисел и сохраняет в переменной m не само число, а последнюю цифру этого числа. Первая ошибка заключается в использовании нестрогого неравенства при определении числа с наибольшей последней цифрой. В чем эта ошибка? Если вдруг в последовательности нет чисел с одинаковой наибольшей последней цифрой, работает знак «больше» и все хорошо, тогда это условие работает без ошибок. Если же в последовательности, как вот в этом примере, есть число, несколько чисел с наибольшей последней цифрой, тогда в переменную m у нас будет записано последнее число, невзирая на то, какое оно большее по величине или меньшее. То есть, поскольку это условие объединило в себе проверку на наибольшего числа и на совпадение, мы до условия выполняющегося по ветке иначе, то есть там, где мы выбираем из двух чисел с одинаковой последней цифрой наибольшее число, до этого оператора мы никогда не дойдем. Первая ошибка, вот она. Вместо нестрогого неравенства программист должен был написать «строгая». Если мы исправили эту ошибку, и в последовательности есть несколько чисел с одинаковой наибольшей последней цифрой, и мы начинаем выбирать, то есть попадаем вот в это условие и начинаем отбирать наибольшее число, тогда в качестве значения переменной m мы должны взять число x, а не его последнюю цифру. Вот это вторая ошибка, которую допустил программист. Давайте выполним задание номер один, а именно напишем, что выведет эта программа при вводе чисел 12, 13, 104 и 24. Вводим первое число – 12. Последняя цифра – 2. Проверяем условие. 2 больше или равно 0? Откуда 0? Начальное значение переменной – 0. Остаток отделения 0 на 10 – это 0. Неравенство верно. В переменной m оказывается число 12. Введем второе число – 13. Последняя цифра – 3. Проверим условие. Откуда здесь двойка? Текущее значение переменной m – 12. Последняя цифра – 2. Поэтому проверяем условие. Оно верно. В переменной m записываем число 13. Вводим третье число – 104. Последняя цифра – 4. Проверяем условие. Откуда тройка? Текущее значение переменной m – 13. последняя цифра 3, условие верно, в переменную m записываем значение, равное 104. И вводим, наконец, последнее число 24, последняя цифра 4, неравенство верно, последняя цифра текущего значения переменной m 4, вот она, неравенство верно, и в переменной m оказывается число 24. Поэтому при выполнении данной программы на последовательности чисел 12, 13, 104 и 24 программа напечатает 24. То есть мы еще раз говорим, что из-за ошибочного условия, вместо строгого есть здесь нестрогое неравенство, к выбору из двух чисел с одинаковой наибольшей последней цифрой большего мы никогда не перейдем. Выполняем задание номер 2. Приведите пример исходных данных, при вводе которых программа, несмотря на ошибки, выводит верный ответ. Ну и перегодится любая последовательность, где нет повторяющейся наибольшей последней цифры еще в каком-то числе. Вот здесь число 37 содержит наибольшую последнюю цифру, 7 является последней цифрой ни одного числа, поэтому программа отработает правильно. Программа будет работать правильно, если помимо 37, ну, например, у нас есть еще какие числа, там, 17, 27, но они не должны стоять, меньшие числа по значению после числа 37. Вначале, пожалуйста. Большее число после 37, оканчивающиеся на 7, тоже, пожалуйста. То есть вот такие варианты последовательности возможны. И, наконец, исправление ошибок. Ошибки мы с вами обсудили. Неверно записанное условие определения числа с большей последней цифрой. Вместо нестрогого неравенства программист должен был указать строгое. И, наконец, если мы эту ошибку исправили и приступили к выбору из двух чисел с одинаковой наибольшей последней цифрой большего, то вместо значения dx, то есть последней цифрой введенного числа, мы должны взять само число x. Задание 25. Дан массив, содержащий 2020 положительных целых чисел, не превышающих 15 тысяч. Необходимо найти минимальный элемент, двоичная запись которого заканчивается не более чем двумя нулями, уменьшить сочетные элементы массива, превышающие найденный минимум, на величину этого минимума и вывести измененный массив. Если в массиве нет элементов, двоичная запись которых заканчивается не более чем двумя нулями, нужно вывести массив без изменений. Давайте подумаем, какой идеей можно воспользоваться для того, чтобы решить эту задачу. Итак, если у нас число кратно 2, 2 в двоичной системе счисления представляется как 1 и 0, то двоичная запись такого числа будет заканчиваться одним нулем. Если число кратно 4, а 4 – это 100 в двоичной системе счисления, то такое число будет заканчиваться двумя нулями. Наконец, если число кратно 8, а 8 в двоичной системе счисления – это 1000, то такое число, кратное 8, будет заканчиваться тремя нулями. Поэтому поиск минимального элемента, двоичная запись которого заканчивается не более чем двумя нулями, Мы будем осуществлять среди чисел не кратных 8. Напоминаю, что при решении задачи 25 мы можем использовать только те переменные, которые даны в условии задачи. Собственные переменные брать нельзя. В противном случае количество баллов, которое выставляется вам за эту задачу, будет на 1 балл меньше. За минимум мы берем наибольшее число, выходящее за пределы диапазона. Открываем цикл от 0 до n и определяем. Если ито-элемент массива А не кратен 8, и это элемент массива А меньше минимального, то за минимальный взяли ито-элемент массива А. То есть в первом цикле нашли минимальный элемент, двоичная запись которого заканчивается не более чем двумя нулями. Во втором цикле начнем изменять массив. Если ито-элемент массива А кратен 2, то есть является четным, и его значение больше минимального, то корректируем величину данного элемента на величину найденного минимального и распечатываем данный элемент. И, наконец, мы начнем с вами с сегодняшнего дня разбирать задачу номер 27, более простой его вариант решения – двухбальный. Дана последовательность n целых положительных чисел. Рассматриваются все пары элементов последовательности, разность которых делится на 80. Среди всех таких пар нужно найти и вывести пару с максимальной суммой элементов. Если одинаковую максимальную сумму имеет несколько пар, можно вывести любую из них. Если подходящих пар в последовательности нет, нужно вывести два нуля. В первой строке входных данных задается количество чисел в диапазоне от 2 до 10 тысяч. В каждой из последующих n строчек записано одно натуральное число, не превышающее 10 тысяч. Гарантируется, что никакое число не встречается в последовательности более одного раза. На входных данных, которые вы видите на слайде, программа выведет ответ. Вот такую пару – 163,3. Остановимся на программной реализации. Итак, введем количество чисел и сохраним это количество чисел в переменной n в цикле. От 0 до n заполним массив самих этих чисел. Массив а. Далее реализуем вложенные циклы. Граница первого цикла изменяется в пределах от 0 до n-1. Второго – от i плюс 1 до n. Вот такие границы позволяют избежать условия, когда каждый элемент в пару встал сам с собой. Вот такая пара составленная быть не должна. Дальше проверяем то условие, которое заложено в условии задачи. Если разность между it и j элементом массива А кратна m, и сумма it и j элемента массива А больше, чем x1 плюс x2, то в качестве x1 возьмем it элемент массива А, а за x2 примем житый элемент массива А и распечатаем найденную пару. Хочу обратить ваше внимание на начальную инициализацию значений x1 и x2. В условии задачи сказано, что если найденная пара, и что если пара не будет найдена, тогда программа должна напечатать два нуля. Поскольку начальными значениями x1 и x2 являются нули, мы нигде при выводе данных не оговариваем эту ситуацию. Ну, не выполнены вот это сложные условия. Но не нашлись такие x1 и x2. Тогда программа напечатает два нуля. Прежде чем присылать решение задачи под номером 27, пожалуйста, выполните ее в среде компилятора и посмотрите, как она у вас работает. Еще раз проговорю домашнее задание. Итак, задание номер 20 прошлого урока выполняют те, у которых в ответе было написано число 15. И три задания к этому видеоуроку. Удачных решений! Всего доброго!